Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и в сегодняшнем видео речь пойдет о новом добавленном внедорожнике Pegasi Toros. В моей группе ВКонтакте я выложил пост, в котором просил вас поучаствовать в выборе оппонента для этого автомобиля. Было много вариантов, в итоге остановились на автомобиле Benefactor Strater, но когда я начал его тестировать, то увидел, что он относится к разряду спорткаров. Что, конечно, меня, да и вас, наверное, очень сильно расстроило, ведь эти автомобили находятся в разных классах, и вместе в гонке они никогда не встретятся. Поэтому я возьму другого Benefactor XLS. Оба автомобиля продаются на сайте Legendary Motorsport, Toros стоит 498 тысяч долларов, цена на Benefactor колеблется от 253 тысяч долларов до 522. И если вы пройдете задание из обновления «Новые приключения бандитов и мошенников», то вам эта машина обойдется по первой цене. Если же не хотите ждать, покупайте по второй. Benefactor был добавлен в игру тогда, когда было неприличным добавлять много тюнинга на автомобиле. Видимо, тогда это считалось дурным тоном, поэтому здесь вы на него можете поставить разве что другие диски и поменять цвет. На Pegasus же можно поменять практически все мелкие детали. Выхлопные трубы, передние бампера, решетки радиатора, капоты, установить боковые молдинги, даже поменять крышу. Хотя такая функция присутствует в единичных случаях при тюнинге того или иного транспортного средства. Также присутствует много раскрасок, большинство из них уже были добавлены для других транспортных средств, но здесь я заметил парочку новых. Это фиолетовые и голубые раскраски жертвы порно-актера-новичка. И еще здесь можно поставить спойлер, и даже не один, а целых два, верхний и нижний. Так вот, в верхних спойлерах есть два спойлера. Это двойное крыло и двойное крыло-карбон. И когда вы наводите курсор на просто двойное крыло, оно красится в цвет карбона. А когда наводите курсор на двойное крыло-карбон, оно красится в цвет кузова. Ну, видимо, разработчики по запарке этого не заметили. Так же, как и на многих других автомобилях, здесь можно не только поменять цвет самого транспортного средства, но и цвет его обивки. Как говорится, мелочь, а приятно. Диски я оставил стандартные, потому что те, которые есть, уже немного наскучили. Хотелось бы, конечно, чтобы Rockstar завезли с одним из обновлений и новую обувку для колес. Все это вы можете поставить в обычных мастерских, ехать для этого в мастерскую арены вовсе не обязательно. Единственное, что оттуда можно взять для этого и других автомобилей, это свет фар. С тюнингом закончили, переходим на длинную прямую. И пока автомобили показывают свою максимальную скорость, расскажу о их прототипах. Pegasi Toros в реальной жизни скопирован с автомобиля Lamborghini Urus, нового концепта от итальянских инженеров. Benefactor XLS же является смесью двух прототипов. Mercedes-Benz GLS 63 AMG и Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска. Что можно сказать о поведении на длинной прямой этих двух транспортных средств. Benefactor ведет себя как большой джип и полностью оправдывает свое название. Он достаточно валко разгоняется, кренится, скорость у него не слишком высока, тормоза и поворачиваемость в пределах нормы. Конечно, имеется в виду норма для внедорожника. Pegasi Toros по сути тот же самый внедорожник. У него такой же полный привод, такая же поворачиваемость, такие же неплохие тормоза. Но есть одна маленькая деталь, в нем стоит двигатель от Lamborghini. И этот двигатель позволяет ему мало того, что разгоняться быстрее всех остальных внедорожников, так еще и набирать максимальную скорость, благодаря которой все его оппоненты будут негодовать и нюхать его выхлопные газы. Спустя 12 тысяч неудачных попыток я все-таки смог финишировать со временем меньше, чем 1 минута и 6 секунд. Томить вас ожиданием не буду, Benefactor проехал эту дистанцию за 1 минуту и практически 24 секунды. Поэтому мы переходим на общую таблицу и ничего удивительного здесь не видим. Просто внедорожник по своей максимальной скорости сделал все суперкары в игре. Он даже на доли секунды смог опередить Оцелот Париаш. И да, в комментариях вы были возмущены, что я называю Оцелот Акелотом, поэтому буду называть Оцелот Ацелотом. Benefactor не хватило места на первой странице, поэтому он перекочевал на вторую и расположился на 54 месте, буквально немного не догнав руню Чебурека. Информацию закрепили, в шоке немного побыли, поэтому переходим на каскадерскую гонку. И сразу понимаем, что каскадерская гонка и внедорожники – вещи совершенно несовместимые. Из-за ужаснейших кренов, детского угла поворота колес, огромной массы и полного привода, хотя это, конечно, не недостаток, Benefactor не способен нормально разгоняться и тормозить. В итоге он сначала медленно разгоняется, потом перед поворотом медленно тормозит, на абсолютно черепашьей скорости входит в этот самый поворот и снова начинает медленно разгоняться. Все происходит как-то тихо, размеренно, как в российской глубинке, в то время как Торос представляет собой бешеную Москву. У него не тормоза плохие и поворачиваемость не ужасная, у него просто огромная максимальная скорость и дорвоты сумасшедший разгон. В результате логично, что и тормозов не хватит, чтобы эту дурь сходу остановить, и руль не может так вертеться, чтобы на этой скорости входить в поворот. Вот что бывает, когда в тело семейного работяги ставят мотор от эгоистичного суперкара. В результате на финише Pegasi Toros показывает время 1 минута и 53 секунды, а Benefactor XLS 2 минуты и 7 секунд. При переходе на общую таблицу мы видим, что Торос даже смог показать время на 4 секунды лучше, чем Dinka Jester Classic, которая на минуточку суперкаром является. Ну а Benefactor, видимо, на очень долгое время становится замыкающим этой таблицы. Далее на очереди обычный городской круг, в котором присутствуют как резкие и узкие повороты, так и длинные прямые. Здесь вообще ничего не поменялось, ситуация такая же, как и на каскадерской гонке. Benefactor медленный и валкий, а Торос как бешеная белка, шустрый и неповоротливый. После нескольких попыток проехать этот круг максимально быстро, управление этого итальянского внедорожника мне показалось больно похожим на управление Acelota, именно Acelota XA-21. Смысл примерно такой же, для того, чтобы нормально войти в поворот, нужно максимально сбросить скорость. Причем забавная особенность, если одновременно нажимать на скорость и кнопку поворота, то автомобиль будет катиться прямо, как будто наехал на скользкую мину. Но это опять же из-за того, что у внедорожника Торос очень маленький угол поворота колес. Спустя несколько часов тестов, я с этим автомобилем сроднился, и примерно чувствовал, когда скорость упадет до нужного момента, после чего отпускал тормоз и начинал входить в поворот. В этом случае он прям на скорости туда залетал, и на каждом из таких участков я выигрывал немного времени. Результат 1 минута и 19 секунд у Тороса, и спустя 10 секунд после него доковылял Бенефактор. На общей таблице ситуация такая же, как и на каскадерской гонке. Этот внедорожник снова смог опередить суперкар Джестер Классик, а Бенефактор и здесь надолго остается замыкающим. И наконец пришло время подводить итог. Обычно в конце ролика я говорю, что вот эта машина хороша на прямой, а вот эта хороша в гонках с множеством поворотов. И на основании этой информации вы уже сами решаете, что вам больше подходит, и покупаете это. В данном случае я конкретно говорю, что лучше сегодня оказался Пегаси Торос. И не потому, что ему попался медленный соперник. Нет, он среди всех внедорожников, скорее всего, кажется лучшим. А потому что Rockstar за 500 тысяч долларов добавили машину, которая делает по максимальной скорости тот же X-80 Proto, который стоит на минуточку в 6 раз дороже почти 3 миллиона долларов. Ну а среди других внедорожников ей просто не будет равных. Я имею ввиду на асфальте, на бездорожье она вряд ли покажет хороший результат. Да и какой нормальный человек поедет на Ламборгини месить грязь. Кто-то говорит, что купит эту машину просто так для коллекции. Лично для меня она на ближайшее время станет основной рабочей лошадкой. А вот Benefactor XLS мне понравился чисто внешне. Да, у него не очень хорошие показатели, но ведь никто и не берет такую машину для гонок. А просто так покататься по Лос-Антосу или съездить на сходку с друзьями, она подойдет замечательно. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, оно будет полезно для вас. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.